Три ДТП в 2017 году произошли с участием Шоферов в состоянии опьянения Это меньше в 2,5 раза, чем годом ранее Снижение есть и по числу пострадавших на дорогах детей и не только Наезды на пешеходов 23 дорожно-транспортных происшествия АППГ-29 Столкновение транспортных средств 8 АППГ-11 Наезды на препятствия 2 В прошлом году 1 Наезд на стоящие транспортные средства В этом году 1 В прошлом году зарегистрировано не было Наезды на велосипедистов В этом году 3 В прошлом году 1 Влияют на безопасность дорожного движения и погодные факторы Так, в дни снегопадов Количество мелких аварий возрастает до 30 в сутки И это при условии, что в зону обслуживания Красногорского отдела ГИБДД Не входят крупные трассы Волоколамское и Ильинское шоссе В качестве оптимизации процесса оформления Небольших аварий, где участников всего два Проще всего воспользоваться Европротоколом Однако сегодня Эта форма при всех ее преимуществах Используется крайне редко Элементарно отсутствуют бланки извещения о ДТП На момент ДТП Но все же основная проблема Сводится к тому, что 99% Водителей Не осведомлены о размере Максимальной выплаты, которая составляет 400 тысяч рублей И, в общем-то, боятся Получить отказ от страховой компании В страховом возмещении На 2017 год пришлось принятие нового административного регламента Так было разрешено инспекторам останавливать водителей Для проверки документов вне постов ДПС А вот изымать водительские права Наоборот, запрещено Водительское удостоверение Он забирает только по лишению суда И гражданин обязан в течение 10 дней Если в отношении у него выносим лишение права управления Сдать их в органы ДУДД Если он уклоняется от этого И не сдает водительское удостоверение То срок лишения приостанавливается До того момента, пока он не сдаст водительское удостоверение Также теперь в качестве доказательства вины Или невиновности участника ДТП Принимается видеозапись с мобильных телефонов и регистраторов И да, сотрудников ГИБДД в общественных местах При исполнении снимать на видео можно Уточнили на пресс-конференции